Каждый экспонат представляет особую ценность. Так, одним из первых на стенде появились строительная каска и контрольный образец бетона, который применялся при строительстве ледовой арены. Кроме того, широко представлена уникальная сувенирная продукция – ежегодные альманахи, аудиофото и видеоматериалы. В музее можно увидеть как самые первые документы, рассказывающие о программе строительства олимпийских объектов, так и проследить за ходом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры курорта, проведение тестовых соревнований и самих олимпийских и паралимпийских игр, а также увидеть эксклюзивные интервью с проектировщиками, архитекторами, строителями и самими спортсменами из разных стран мира, которые боролись за медали. С первых дней работы Музея спортивной славы города Сочи мы пристально следим за видами, за всеми видами деятельности госкорпорации «Олимпстрой». Мы скрупулезно собираем все вещи, экспонаты интересные. Пройдут года, десятилетия, возможно столетия, но наш музей навсегда сохранит информацию об этих олимпийских годах деятельности «Олимпстрой» в Сочи. Информационное наследие компании «Олимпстрой» формировалось на протяжении пяти лет. Теперь материалы передаются в фонд Музея спортивной славы Сочи. Так, в ближайшие дни экспозиция пополнится итоговыми фильмами деятельности «Олимпстрой» и, возможно, макетами олимпийских объектов. Кроме того, на стендах появится и сувенирная продукция Оргкомитета. Сотрудники музея надеются, что в зале будут радовать посетителей не только картонные талисманы, но и ростовые куклы, которые встречали гостей Олимпиады в Олимпийском парке. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.